так друзья начинаю очередную запись вот я отношусь к категории людей экстремалов есть такая порода те которые все испытывают на своей шкуре сейчас секунду закрою балкон чтобы не видели как богато я живу так она спокойно и не отвлекается итак продолжаю я этот фильм собрал придумал два названия первое звучит так спасите наши души а второе название я назвал название назвал вот я назвал название значит спасение утопающих дело рук самих утопающих так проверяю идет ли запись надо же идет это четвертый фильм я сегодня сильно устал из трех фильмов но что когда есть такая вы знаете я ничего зря не говорю есть такая поговорка кажется от льва николаевича толстого хочешь отдохнуть с мини работу писал он писал чего-то там аннухаренину а потом взял и отнял лошадь его кристианину и давай пахать написать вот я так же не удивляйтесь и так тема спасите наши души или спасение утопающих дело рук самих утопающих я устал я все время пропускаю через свое сердце мне страшно было смотреть а потом ночью спал когда не в эту крещенскую ночь а предпоследнюю крещенскую зиму предпоследнюю показали как женщина прыгнула в прорубь и больше не вынурнала вот и там стоял ребенок и плакал ее сын вот вы понимаете вот и пойдет о чем речь я сейчас во первых расскажу два случая своей жизни внутри чтобы поняли имели я моральное право на эти нотации на эти моральные на эти самые лекции вот или может быть я обыкновенный обыватель который учит других а сам ни разу вот для смеха ничего проглотите поймете меня значит ведет его сейчас только сообразил идет его резко фильм показывает значит преподаватель на берегу перед ним стоит он фамилию записал на доске перед ним стоит шесть или семь желающих научиться плавать вот прямо на берегу вот так показывает они повторяются они поплыли поплыли и не вернулись вот он спокойно подходит доске зачеркивать их фамилии и начинается писать фамилии следующей группы вот то есть это так сказать обучение на берегу она касается всего мы же садоводы прежде всего меня только садоводы слушают это и садоводство касается вот те кто на берегу учат нас садить деревья вот то есть они никогда их не садили а что-то знают об этом а потом такой ужасно показывают а из телевидения пока ладно бы там какой-нибудь канал на те каналах уже сотни тысяч просмотров есть миллионы а тут еще к тому же и это по телевизору показывает еще федеральный канал вот это все называется учиться плавать на берегу раз вот эту хотел чтобы вы поняли меня так я еще называю садоводов и прочих кто учит сам не это не умея еще называю тоже очень образно очень образно это сравнение это когда кабачки 13 стулья был такой персонаж под названием сказать какой под названием этот боксер заочник вот ой какое название гениальнейшая боксер заочник то есть вы поняли да боксер но заочник расшифровать не будем среди нас дуракова нет и вот это происходит и в садоводстве и в жизни и так имели я право учить вас тому чем я сейчас расскажу и так железу детства значит павла динах имея уже резиновую лодку весной когда маленький ручеек который воробью по колено весной превращался в бурный поток я наткать его лодку больше никто не соглашался садился в нее отталкивался и закрывал глаза вы поняли почему я закрывал глаза от от ужаса и понесло меня потом я повзрослел но какие-то навыки остались во первых уже умел плавать холодной воде не был моржом но пересиливал себя и просто нерегулярно но я все-таки закалялся как как мог я будучи подростком юноши и вот этот юноша выжил русский однажды его позвали меня в эту самую на на рыбалку и у нас есть сеть озер знаменитых и вот когда по реке на рилке вверх поднимаешься и там следующее идет озеро мелкое если бы вы знали вот только в устье входим на лодке слева и справа здесь а это еще было пятьдесят шестьдесят так примерно сейчас скажу в общем где-то 50 55 лет назад уже тогда все берега были усеяны памятниками это должно было насторожить кто-то должен был давно поставить знаки опасно утоните кто-то должен был не только проверять сколько рыбы вы поймали а их только это проверяли кто-то жил на этом на штрафах вот ужас ни один год не обходился без жертв и все равно тащил и туда рыбаков как это потому что за этим озером шло озеро лам озеро глубокое самое красивое места в мире отвлекаясь чтобы понимаете когда осенью осенью настоящий лиственничный лес огромные деревья три обхвата и грибы один гриб ведро влазил второй уже не влазил вот эту красотищу она перед глазами стоит это уникальнейшие места вот было злословие что там взорвали якобы испытывали 2 водородные бомбы и вся эта красота только результат это вот эти вот аномальные грибы это результат взрывов но я этого не говорил это секрет а это вот так вот нашептывали понятно да продолжаем значит и так ради этой красоты надо было пересечь озеро мелкое озеро огромное с этой стороны просто положено берега не видно я всегда удивился как без компаса рыбаки вот зайдем доплыли до середины берегов нет как они плывут чего они понимают почему не чуть левее чуть правее а может уже и это вообще сбились и вот самое страшное почему там люди тонули мели и мы однажды я этом одно из моих предназначений я на работе спасал людей но я про это рассказывал уже была такая у меня вторая вторая должность командир добровольного социальной дружины правда меня никто не спрашивал хочу ли я старший мастер цеха быть командиром сказали будешь пожалуйста и вот мы на середине озера бухнули приобрезали шмель меня не видно но под водой что таким случаем случается в крайнем случае откуда эти утопленники начало было у нас такое же то есть лодка села на мель еще села неудачно потому что поперек это начал захлёстывать волнами вот чем хороша мель образа выражения хороша тем что чем милее тем выше волны знаете об этом чем милее тем выше волны а на большой глубине волны безопасны и вот вы сидим у лодки а лодку захлёстывает ну значит если это было бы воздушный шар надо кого-то сбросить сбросить шара да может прибавить жеребья я спокойненько не раздеваясь это спрыгнул с лодки лодку чуть приподняла я все-таки 100 килограмм весел вот и лодку чуть приподняла а и мотор остановился заглох когда начало заливать мы стали а когда начало заливать и мотор брать и заглох идут а еще надо было достать свечу надо было просить и я стою в воде не не по пояс не то есть по пояса захлёстывает с головой и вот я стою держу лодку развернул ее напротив напротив ну как сказать вдоль течения этот моторист значит пытается ее завести а мне не хватает сил стащить ее смели и вот наконец заурчал мотор дыр 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 я тащу за нос старской смели и наконец лодка на глубоководе меня втаскают лодку все живы знаете сколько бы прибавилось бы этих вот представь себе несколько километров до берега ледяная вода вот нас кажется было четверо вот и четыре потенциальных покойника потому что когда полость в носку захлестет и никого и никаких связи ничего спасло что ну наверное моя это самая тренировка какая-то подготовленность таким случаем пусть интуитивно прыгнул же не испугался другим это в голову не пришло это один случай второй случай еще круче тут мы должны были все трое пойти на дно я рассказываю поверьте клянусь богом я рассказываю с точностью стараюсь быть принципиально то есть если сказал что воды по пояса захлестывала с головой вы представляете как как разбушевалась мелкое озеро так и называется мелкое уже из-за этого названия туда нельзя балансоваться а тем не менее тысячи лодок проходили отдельно и тонули потому что все шли на озеро лама самое красивое озеро в мире но я это вам не говорю а то сейчас вы на счете путевки покупать вот там без вас огромное количество желающих вот а если потащит повезут вас через озеро мелкое вы потенциальный утопленник второй случай сына горск вы молодые инженера трое ну еще относительно молодые мне те 38 ребятам 30 35 жить бы дожить бы и вот мы втроем а немножко похулиганить хотелось 3 стволки 3 рюкзака мы садимся в мою двухместную лодку троем 3 бугая по 100 килограмм если брать с рюкзаками и с оружием и даже больше чем 30 килограмм лодка берем 200 переплываем енисея лошар руки тут ровно на середине она взяла и начал утонуть почему это же учеба вот лежит рюкзак одного из нас и вот кончик этого самого двустволки конец прилег аккуратненько прямо на этот на дутую часть вот и вот садится друг как-то пошевелился неудачно хозяин этого и лодка лопнула но мы конечно не растеряли друг перед другом трусить он берет зажимает эту самую варежку туда засунул дырку и рукой держит а воздух свистит разворачиваться какой берег растерялись ровно середины мы гребем берегу значит все трое гребем 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 без флата 2 гребет один и вот это я сижу посередине лодка начинает складываться знаете как вот так вот складываться вот в лодке уже воды уже сидим почти по пояс вот но сами понимаете кому-то надо принимать решение и ружья жалко я не думал о нас не так жалко было ружья это уже делать вот сказать что я хохол хохлой бьется ну ладно выходят с украины и особое посещение к оружию это у нас с детства мы же я в потомок казаков я не в том уничтожительном плане я потомок у меня дед знаменитый атаман тяга про 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 прадед поэтому я кружим особое отношение я решил спасать ружья но за одним и нас тоже ладно я прыгаю из лодки и о чудо по картам и гребли нас носила вниз его чудо я стою на вот миле ну пусть глубоко пусть по грудь но я стою держу за лодку лодка держится за меня то есть нас меня тащит с лодкой я давай потолкая столкаясь ногами подпрыгивая толкаясь берегу 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 и уже где-то где оставалось примерно по пояс вот а лодка уже теперь полностью с водой ребята выпрыгнули с лодки и вот такими мы мокрыми выгребли на берег в 30 не было до 25 28 все равно хватило так что пока мы потом собрали лодку вот что интересно никто зубами не стучал а вот это мы покрылись ледяной коркой я вообще не мерз ряд от от может это был страх но я не чувствовал страха может это было какая-то венчинное состояние холода не чувствовал ребята холода не чувствовали покрылись седлым панцирем собрали лодку пошли на остановку просили где-то метров 500 до остановки сели в автобус вот в автобусе гробовая тишина все на нас смотрят как ну там и марсиане а мы сидим и от нервного напряжения хохочем понимаете что какие еще были варианты я не знаю а если бы не это вот нам пришлось бы уже ну естественно без рюкзаков без ружья нам пришлось бы плыть кто бы доплыл до берега может быть ребята никогда не купались венесе никогда то есть не не были моржами вот этот может быть и доплыл бы а может быть не хватило бы сил далеко и вот это второй случай понимаете второй случай я не с ними не выпячився как какого-то героя для меня это было нормально а вчера мои друзья позвонили мне наконец-то из нас троих двое соединились один воскресе один простоярис вот я сына борец и вот они двое соединились звонит мега концентрируешь ты помнишь выпить рюмку за осень с нами 14 заново родились я не помню а до это да еще особенно и действительно я не я просто позабыл для меня это был ну как эпизод жизни а ребята пережили действительно каска такое состояние что реальность утонуть была очень высокая и ведь это уже второй мой случай вот а потом был еще случай но я уже боюсь рассказывать теперь смотрите я перехожу к делу значит в нашей стране нет культа плавания у нас нет культа шахмат чтобы все мальчишки хотя бы мальчишки все умели играть шахматы и играли у нас нет культа самообороны чтоб все умели обороняться а при случае и выбить зубы почему потому что сейчас идет деградация мальчиков прямая страшная я сто раз об этом говорил что получили тетяна санна если закончу фильм ничего срочного а они у меня а так забирайте машине есть ключи все-все-все ладно передать привет нашим читателям от железа тетяны санны я фильм снимаю сейчас минутку громкая связь секунду давай говори и все а скажи больше садов здоровых и красивых ну ладно не последний день живем давай пока а я сейчас скажу кто ты такая тетяна санна железа моя невестка вот интересно она хоть одного из вас обманула или чаще в случае 1000 обманом на тысячу вот те кто принимает заказы а потом будут оправдываться почему все погибло это люди которым надо бесплатно молоко давать как за вредность помните есть такое выражение давай бесплатно молоко за вредность потому что их выматывает возмущенные гневные садоводы которые которые погибают все подряд вот там страшно а тетяна санна улыбается кроме благодарности ничего единственный случай был когда вам прислали ой корни плохие ой это а железа ваш старший обещал то прошлое время ведь изменялась когда дама изменялась за то что это нервы намотала ей и мне заодно ладно продолжим ну извините это не казачок это жизнь вот получилось так я немного сбился но я так скажу мальчишка 12 лет я этот случай уже один раз рассказывал не могу успокоиться причал высота где-то два с половиной метра стоят десятки людей вот чего не так делать непонятно но девочка примерно три-четыре года упала в воду по воде течет и льдинки текут шуга вот все кричат кто-то звонит мчс и только один мальчишка 12 лет прыгнул вы представляете вот дальше рассказывал сейчас секунду елки этот морс называйся опять нас опять я это самое накупался извините сейчас секунду но у меня простительно 72 года я успокоиться не могу и вот мальчик с девочкой по причалу 12 лет вот и охватили потом его это люди быстренько шарфы связали подали ему вот и вытащили их вот этим спасли но взрослая ни один не прыгнул вот от холодная а вы поняли шуга а вдруг утону как если вы не мальчик как бы не себя чувствовали когда девочка на глазах тонула надо бы подросток может плавать умело ребеночек ребеночек вот так вот и вот я говорю новый культ должен быть культ каждый ребенок должен ведь плавать у нас случилась страшная вещь у нас продолжается занятия по всей стране строят гигантские крупные физкультурные центры только для профессионала только ради медали да туда ходят дети и мои мои дети ходят но за наши же деньги за наши границы а то есть они себя еще окупают а миллионы детей не умеют плавать а каждый год сотнями тонут а вы возьмите за пять за десять за двадцать за 30 лет никто эту цифру не привел а вывод это если привезет к это сколько же можно то ведь тонут обычно те кто не умеет плавать бывает экстремальной ситуации что и даже умеющий плавать утонет но абсолютно большинстве не умеющие что делать с ними научить плавать научить другой ценой некоторых школах есть бассейнам некоторых нет нет садиках есть бассейнам некоторых нет и учиться надо по-настоящему ты закончил одиннадцатый класс кроме того что ты умеешь оказывать первую помощь останавливать кровь делать перевязка накладывать шины ты должен уметь драться защитить себя свою семью ты вырос тебе 17 лет тебе через год жениться а ты что убегать как трус когда будут бить и этих самых женщин что постоянно происходит уходить отворачиваться делать еще не замечаешь сколько случаев привели что для этого надо школьную программу переделать а раз мы говорили про плавание одно из этих вещей звучит так все дети не просто должны там пока говорится есть такое выражение по собачьего так плавать вот так а должны быть специальные подчеркиваю должны быть специальные цифры специальные нормативы пропал километр да еще на время вот тогда ты только получишь троечку и тогда только эта троечка будет в эти статьи ты бы стесняться потому что лучше бы на четверочку а лучше бы на пятерочку сдать и тогда у нас тонуть будут гораздо меньше у кого это волнует олигархи подустроили бассейн для одного человека стандартная чаще всего до олимпийская с это самый 25 метров за это олимпийская дистанция кто-нибудь отдашь детям тишина вот тишина вот это страшно и разновидностью купания должны быть еще зимние купания представим себе что не просто я в мечтать не вредно но у меня не назначат президентом я бы просто те же деньги бы перестроил берег енисея он не замерзающий таких полно там где эти самые достаточно иметь может идет проруби на аутбелях можно сделать загородить сеткой чтобы течение не утащила или просто были не это не упал далеко загородить сеткой саду с это самое выбирая место отмели чтобы не глубже чем вот так и на берегу комфортабельный дом в этом доме комфортабельном все что угодно парилка само собой камин как в нашем клубе сайногорском само собой для ну для антуража для антуража вот фитобочка само собой этот самый медсестра если говорить о том что туда пойдет народ или за символические деньги я плачу 100 рублей за вход и за выход то есть 100 рублей за вход бесплатный выход вот я уже так объясняю кому непонятно или в такой цены а не как россиярские огромные цены но там и комфорта больше или бесплатно государственное а там еще и это оздоровление народа оздоровление а там еще и массажист вот там можно за деньги а там еще и медсестра потому что это весь землеплавание весь опасная вот и обязательно медсестра но чтобы туда ходили не 50-70 всех как у нас я заметил я умножил разделил я же этот математику что-то помню каждый один из тысяч и немало ли и можем ли мы моржи спасти людей не было ни одного моржа вы скажите при мне бы ребенок тонул вот моя физиономия я бы остался бы на на этом не прыгнул бы два метра вы представляете железо бы не прыгнул глубин два два с половиной метра с этого причала а в трех метрах трех метрах тонул ребенок и не вытащил бы его а потом и спал спокойно и еще раз зимнее моржевание зимнее плавание назовем это зимнее купание должно быть частью вообще купания то есть это должно быть религия наши мы сибиряки мы северяне мы россияне у нас везде холодной зимой даже на юге россии холодно везде снег везде морозы вот это и оздоровление нации конечно отказаться от памперсов подгузников которые губят уже может быть поздно в классе приходят люди неумелые инертные они вроде бы и умные но у них только лицом на некоторые даже в очках но этого мало у них не играет мужские гормоны у них это значит у них не хватает фантазии что-то внедрить новое отказаться от этого идиотского игре я над ним издевался что изменилось нужно ли влага для того чтобы простить семена это что его вопросы один дебильный другого и отказавшись от этого оздоровление нации 8 утра вся школа во главе с директором причем директор в приказном порядке по закону не имеет права пойти в кабинет сидеть вся школа во главе с директором все нам в каждом языке школы и стадионы с 8 до 9 музыка полная физзарядка не только знак этот понять этот самый вот знамя россии вот это надо но главное этот час а потом прийти и тогда уже сидеть за партами вот а потом еще спортзал а в спортзале девочки должны изучать систему самообороны вот и попробуй мне подойти потом какая пьяная сволочь долго потом будет зажимать себе эти самые когда девочка натренируется до этим самым как называется на который по которым резиновая это кукла господи тренажере вот а вот у тренажера что-то между ног болтается и она бьет 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 и потом как попробуй к ней подойди ты получишь между ног если ты хам сволочь да еще не дай бог насильник и новая мораль когда девочкам с первого класса будут лушать умри но не отдай поцелов без любви потом жизнь как сложиться будет и 2 3 мужчина но умри и первая любовь должна быть они это самое случкам пьяной компании ну наговорился я извините наболела мне скоро уходить а я вижу что творится даже то что у нас было нас как краснели девочки девочки краснели опускали глаза чуть под парты не лезли когда учительница на уроке биологии в школе они уже почти взрослые они были уже сформировавшиеся фигурами учительница говорила нам что есть пестик она не про людей понимаете она про растения есть пестик если чинка и от от дерева до дерева несколько метров и вот от этого самого от и чинки значит она пылят при семена вольно-невольно попадает или ветровое опыление помните откуда взялось выражение ветром надува или ветровое опыление или это пчел пчелка перенесла и расскажу это вот что творилось в классе это сама невинность мальчики девочки от стыда сидят пунцовая красные вот такие вот и голову под партой прячет вот к этому надо вернуться потому что еще есть телегония и она касается не только растений и не только животных когда породистые суки боятся подпусть не дай бог кабелек какой забежит вольер она людей касается но это может быть другая тема спасибо друзья что меня выслушали я хочу чтобы услышали там там не услышат сто процентов тогда я говорю господи когда наши придут вот вот это случайно вырос без памперсов без этих самых и у него развились нормальные эти в организме благодаря этому благодаря не перегретым гениталиям у них еще наверное есть люди помните рассказывал про стартеров у которых нормальный состав крови с максимальным количеством мужских гормонов а это ум это сила это в конце концов храбрость и такой человек уже никогда не просит ребенка не будет смотреть как он тонет разрешите откланяться я все высказал если бы не высказал мне бы я был лопнул я уже не могу смотреть этот телевизор каждый день показывает как этих женщин бьют каждый день не могу я а вы меня простите за этот самый эмоциональный фон до свидания фортизмент фортизмент фurтизмент а ф